И всем привет ребят, с вами Мстер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен продолжению нашей замечательной битве ютуберов. Сегодня мы ознакомимся с нашими промежуточными достижениями, выполним ежедневные заданочки, ну и продолжим тушить. У нас осталась неделя, неделя до окончания нашей замечательной войны. И я думал, что этот видеоролик даже на канал выйдет у нас немножечко раньше, но как есть, так и есть. В игре у нас уже просто появился фриз, новый замечательный, на который нужно было сделать обзор. И который по сути я уже увидел, который я получу, но не сказать, что он мне конечно понравился, но видос на канале вы в принципе и так, если хотели, то уже увидели. Что касаемо нашей замечательной битвы ютуберов, перемещаемся мы на сайт, у меня уже набито 7320 звезд. И сегодня, прямо сейчас мы вместе с вами постараемся выполнить хотя бы парочку заданочек. По звездам у нас уже отрыв очень-очень солидный имеется. На момент понедельника дня у нас отрыв 163 звезды, что является очень-очень хорошей цифрой. Потихонечку что-то где-то держится около этих цифр. Ну и я надеюсь на то, что мы также и продолжим играть в этом замечательном ивенте. И отрыв примерно такой у нас будет сохраняться. Если он будет увеличиваться, это будет просто бомба. Поэтому, друзья, кто купил краску за джамперы, кто нас поддерживает в этом плане, продолжаем бить звездочки. Если у вас есть возможность, тушим, 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 тушим и еще раз тушим. А мы вместе с вами отправляемся в матчмейкинг, в котором я бы хотел вам показать свое альтернативное сочетание. Вы знаете то, что все мои катки и все, что я делаю в нашей замечательной игре, я либо записываю видосы, либо стримлю. Поэтому, кто присоединяется и смотрит наши трансляции, которые, к слову, ежедневно в 9 часов вечера по московскому времени у нас есть. Если вы вдруг еще до сих пор не знаете, то обязательно тоже присоединяйтесь. Я играл очень и очень много на «Изиде с вампиризмом». Но в связи с тем, что против попадались какие-то группы, какие-то команды, которые начинали все, до исключения, одевать резисты от «Изиды», на ней становилось играть тяжело. Я пробовал много разных других комбинаций. Фреза с пробитием и тот же там «Твинс», да, без никакого устройства, просто без сплэша. И «Гаусса» пробовал с «Эмми», и что я еще только не пробовал. То есть, большое количество разных вооружений. И все равно я понимал, что «Изиде с вампиризмом» все равно выглядит очень круто. Нет у меня ни фреза с «Падавой», нет у меня ни «Твинса с Эмми», да, то есть у меня нет супер-гениальных каких-то устройств. Я не открывал еще контейнеры, я коплю, у меня есть определенная цель. И поэтому нужно было найти что-то реально достойное, которое может давать сопротивление и при этом оставаться супер-супер полезным. И это вот этот замечательный «Страйпер», о котором я в свое время уже записывал видос. Я к нему пришел, наконец-таки, в этом замечательном ивенте. Вы знаете то, что у нас всем овердрайвам дали теперь задержку в виде одной секунды. И как раз-таки этот замечательный «Страйкер» с оглушением, если вдруг кто не знает, это обездвиживающие боеголовки, которые с очень-очень быстрой перезарядкой стреляют. И они, по сути, лучше, чем «Охотник» сейчас. Да и вообще, ну, по скорости именно сведений, по троллингу оппонента. Наверное, это сейчас самое лучшее устройство, которое есть. И лучшим оно еще дополнительно стало, да, и забустилось за счет того, что у нас появились периоды и тайминги времени на запуск овердрайва. И теперь, например, с таким устройством, как «Страйкер» с оглушением, если вы очень жестко, грамотно ловите тайминг, к слову, в этом бою я постараюсь это сделать, если будет, например, у какого-нибудь условного там «Мамонта» или «Паладин» овердрайв, я постараюсь сделать ту идею, которую я сейчас расскажу. Вы просто видите, как человек начинает прожимать овердрайв, либо видите, что он уже, ну, готов его прожать, да, и ловите этот самый моментик, когда у него работает вот эта вот одна секунда запуска овердрайва, если вы в этот тайминг даете молодому человеку обездвиживающую боголовку, наносите ему тот самый эффект обездвиживания, оглушения, то его овердрайв слетает на ноль. То есть вот он паладин прожал, поп, захотел, чтобы он сработал. Поймали тайминг, обрубили, овердрайв улетел на ноль, овердрайв не прожался. Так же самое работает с «Мамонтом», работает с «Викингом», да, например, с условным «Хантером» это не работает, не работает с «Васпа-бомбы», не работает с, чем у нас еще, с «Крусейдером» и не работает с «Аресом», но со всеми другими корпусами это работает просто как часы. Идеальная жесткая комбинация, и против групп, которых мы играли, я, бывало, за катку мог 6 овердрайвов просто потушить, за бою 6 овердрайвов разных, да, то есть там «Мамонт», «Паладин», там еще какой-то там корпус «Викинг», и это очень и очень хороший дополнительный буст. Хоть и сам этот «Страйкер», ну, я бы не сказал, что он там супер-супер много урона наносит, нагибает, но как пушка троллинга, она максимально эффективна, вот сейчас, кстати, этого «Мамонта» можно было также притушить здесь. Кстати, лучше бы, наверное, мне кинуть этот мячик в хилл-зону, потому что ХП у меня очень мало, быть может, противник сможет доставить, поэтому лучше не рисковать. Ну и я теперь, когда играю в матчмейкинге, да, то есть я сразу же говорю о том, что лучше уж противник пусть держит резисты от, там, «Страйкера» условного, да, и не берет резисты от «Изиды», потому что когда у меня есть возможность взять вместо «Изиды» «Страйкера» и начать вот так вот троллить жестко оппонента, я думаю, что это приносит намного больше плохих моментов для оппонента, и тяжело становится, как по мне, играть против этого замечательного «Страйкера». Поэтому, как альтернативный вариант своей замечательной «Изиды», я считаю, что я нашел очень и очень крутой. Ну и плюс, игроки у нас в матчмейкинге очень часто забывают то, что нагибает, да, то есть, например, вот нагибал этот «Страйкер», да, появилось что-то новое, и по большей части все игроки стали забывать про старые имбы, да, то есть, появился, например, «Фриз» с подавлением, появился «Твинс» с «Сэмми», и все. И «Страйкеров» с обездвиживающими боеголовками в матчмейкинге среди тех игроков, у которых эти «Страйкеры» есть, стало намного, намного меньше. С точки зрения того, что у меня, например, нету этих замечательных устройств, то мне, как альтернативу использовать его, это очень и очень круто. Ну и плюс, ко всему прочему, самое-самое главное, что есть, это то, что иммунитетов от оглушения встречается не так много среди тех игроков, которые играют жестко. Ну, играют, я имею в виду, не просто как кипочки там, крепочки какие-то, да, безрасходки, а те, кто играют реально там на победу, стараются что-то-что-то тушануть, да. Поэтому, когда у вас, например, в команде есть «Фриз» с пробитием, у вас есть «Твин» с «Сэмми», есть «Шафт» с лечением, либо «Фриз», например, с «Подавой», и четвертый у вас есть «Страйкер» с оглушением, который может сбить расходку оппоненту, я считаю, что это очень и очень крутой буст, и понятное дело, что он в этом всем деле дополнительно, конечно же, окупается, и вы спокойнейшим образом тушите противника. Так, ладно, все, давайте сконцентрируемся теперь на катке, я все-таки хотел бы выполнить хотя бы заданку в регби в этом замечательном видеоролике, вторую заданку, наверное, выполнять не буду, меня закинуло на шикарнейшую карту, которая называется «Песочница», но, к сожалению, мы пока что, я бы не сказал, что мы ее хорошо так тянем. У нас прошло уже 6 минут, мы ведем всего лишь 2-0, очков у меня вообще мало, в связи с тем, что я тут очень много говорю, и мы не можем никак доставить, поэтому давайте стараться выигрывать. Единственный вот минус, да, то, что бывает очень часто вы наносите урон по себе за счет того, что вы играете в упоре, в упоре с оппонентом, это, конечно, минус, но так, по большей части, ничего там такого сверх страшного нету. Так, с макаток я понимаю, что это Сэмми, а фриз там с замечательным подавлением, да, то есть, ну, по сути, наверное, мы не будем тогда менять ничего, я страйкер успел у восьмерки свестись в меня, и при этом он мне нанес урон. А, и еще вот один момент, смотрите, шафт сводится, да, и за счет оглушения у шафта сбивается тоже сводка, это тоже очень-очень жесткий троллинг. Если шафт, например, играет от дефа и старается вас законтрить на увозах флага, на, ну, например, на доставках мечей, да, и вы четко понимаете, откуда он целится, и можете найти крутую зону, где он, например, вас не успеет поймать, то вы просто даете ему сводку, сбиваете его, его сводящийся выстрел, и, соответственно, просто контрите его, он уходит на 10-ти секундный кулдаун, ну, и при этом у него еще и сгорает жопа, я более чем уверен, потому что, ну, когда такая ситуация происходит, очень тяжело не сгореть. У меня бы самого, я думаю, чтобы очень-очень неплохо так подгорело, если бы такая ситуация бы в бою произошла. Так, ну, а нас тем временем уже 4-0, хорошо пошел бой, стараемся завершить ее досрочно, ну, и криты тоже, как бы, у этого страйкера тоже очень-очень неплохие, не сказать, что они суперчасто вылетают, так, шафт опять там в кого-то целится, о, кстати, может быть, законтрить вот этого молодого человека, прожмет он овердрайв, интересно, тайминг, не, не жмет овердр, понимает, как это работает, либо просто не захотел. Так, и шафт на прицеле, да, держит, стараемся ему с водочкой оформить такую красивую, хоп, так вот, с водочкой улетела, молодой человек, он даже не понял, да, что произошло, просто без водочки осталось. И все, и все, и все четенько. Оп, доставочку оформили, и все вот четко. Вот так вот это и работает. Очень легко, просто. Сейчас еще бы вот этого замечательного паладина поймать на включении овердрайва, и застопить его в этот тайминг, был вообще великолепно. Ну, надо же, он забайтился. Нет, не забайтился, к сожалению. О, там еще один. А, и он овердрайв прожал, но без аптечки. Еще один зашел против паладин, который будет пытаться сейчас выигрывать. У нас уже, в принципе, счет хороший, плюс очень большое количество мин стоит. Я не думаю, что здесь противник сможет как-то нам помешать выиграть эту катку. Ну, постарается, конечно. Так, вот так вот мы делаем. Хороший стопчик даем. Расходочку сбиваем. Ну, и пробуем доставлять. Доставочка есть. Шикарно. Супер. То есть, 0. За, получается, сколько? За 9 минут. Постараемся сейчас за 10 минут закончить эту катку. Если закончим, то это будет очень-очень неплохой результат. Изида пытается что-то здесь отработать. Ну, и, к слову, у нас станет сейчас вместе с вами после выполнения этих замечательных заданок около 7500 звезд. А 7500 звезд это что? Правильно. Это уже полтора наших замечательных фреза. Ну, единственное, я вот не выполнил еще одну заданку, но я ее выполню уже, думаю, что на вечернем стриме с заданкой на 270 тысяч урона в ЦТФе. Все-таки мы ЦТФ сейчас катаем преимущественно. Я думаю, что на видосе мы уже не будем тут стараться ее выполнять. Поэтому, друзья, как-то так. Продолжаем бить звезды. Поддерживаем видос лайком. Подписываемся на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ситуация, которая у нас сейчас имеется по звездам в битве ютуберов, является очень и очень хорошей. Ну и вот вам еще одно альтернативное вооружение, которое я нашел и которое я продолжаю рекомендовать вам использовать в матчмейкинге. Подписывайтесь на канал, поддерживайте видос лайкозавриком, как я уже и сказал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, но пишите в комментариях, какое количество звезд у вас уже умеется. У меня полтора фреза. Сколько у вас? Было бы тоже интересно узнать. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.